Сегодня было безумная ночь в отеле но опять таки это не особо отеля такой больше как гест-хаус оказался просто наши ожидания от этого отеля произошли реальность достаточно спартанские условия оказались но ничего мы пережили эту ночь сегодня утром мы опять гуляем по бактапуру единство что вчера вход в бактапуру стоит 15 долларов мы заплатили вчера 15 долларов с человека мы заплатили за вход вчера вчера мы погуляли по городу вечером все замечательно сегодня утром опять решили прогуляться и соответственно опять за вход нужно платить но мы прошли по скажем так задним улочкам местным где ходят местные люди и зашли соответственно в город совершенно бесплатно ну вот и сразу небольшой апдейт дело в том что в кафешке мы сейчас встретились с удивительным человеком эмма из голландии оказалось на русскоговорящий оказалось у нас очень много общего с ней и голландия и русский язык и литва и так вот она сказала что на самом деле платить дважды за вход не нужно и просто на билетике вам ставят штамп каждый день когда вы будете заходить сюда вам просто на билетике ставишь там и билет действует на самом деле целых семь дней очень интересный человек мы сейчас два часа сидели общались в кафешке поэтому часто нужно торопиться чтобы до заката успеть доехать до 1 горкота ездим в нагоркот ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и так, мы добрались наконец до Нагаркота. Дорога была достаточно жесткая, причем что водитель, он повез нас не по той дороге, по которой обычно ездят автобусы, потому что он сказал, что там дорога разбитая, пыльная, и там очень много трафика, поэтому он повез нас, скажем так, по второй дороге, и это было немножко дольше, но дорога, наверное, на самом деле лучше. Хотя все равно кочек было очень много, и дорога была подубитая. Въезд в Нагаркот стоит отдельных 300 рупий, плюс берется там дополнительный какой-то налог. Соответственно, всего получилось 340 рупий с человека. И теперь мы заселились в наш отель. Отель я выбирал специально с обалденным видом. Вид на самом деле обалденный. Единственное, мы надеялись, что мы поднимемся выше всей этой дымки, которая есть и в Катманду, и в Бхатапуре, но дымка все равно есть, горы видно, у нас комната даже с видом, но дымка все равно есть. Надеюсь, завтра утром, сегодня будет закат, сейчас будет уже закат, примерно через час. Надеюсь, закат будет красивый, и самое главное, рассвет будет красивый, потому что Нагаркот всегда специально приезжает за рассветными фотографиями Гималаев. Ну вот, заката не случилось, ну точнее закат был, но очень сильная дымка над долиной, поэтому горы, так, дымки их очень плохо видно. Поэтому будем ждать рассвета, надеюсь, туман насядет утром и будут горы лучше видно. Ну, как и предполагали, утром дымка рассеялась, она не такая мощная, и поэтому рассвет просто сказочный какой-то, холодно, но очень красиво. У нашего отеля очень приятная терраса с видом прямо на горы, и завтрак подают тоже прямо на террасе, но сегодня просто мега холодно с утра, поэтому все завтракают внутри. Итак, мы покидаем наш замечательный отель, очень хороший, кстати, отель, с шикарными видами, неплохой завтрак, и относительно дешевая комната получилась на двоих, с завтраком 56 долларов, что, в принципе, достаточно неплохо. Сейчас у нас переезд в Похору. Наш водитель со своей азиатской пунктуальностью опоздал на целый час. Теперь нам предстоит 7-часовой переезд в Похору. Мы туда надеялись приехать с закатом, но получается, что опоздаем и будем в темноте уже там. Но, тем не менее, это нужно сделать. Продолжение следует... Остановились перекусить в прибежном, в придорожном ресторане по рекомендации нашего водителя. Очень миленько, очень вкусно все. Впервые за 4 дня, кстати, за 5 дней я здесь уже впервые за 5 дней попробовал рис. Все хорошо, все вкусно. И, кстати, уже пятый день я здесь ем мясо без каких-либо таблеток. Так что тоже все хорошо. Пока. Но мы едем дальше. Субтитры подогнал «Симон» Итак, с отелем у нас случился небольшой конфуз. Мы заказали его через Airbnb. Отзывы были шикарные, все прекрасно. Но когда мы в него зашли, это оказался очередной такой гестхаус. На нем и было написано, что это гестхаус, конечно. Но, опять-таки, картинка не соответствует реальности. Поэтому абсолютно нет отопления. Ванны с душевой какие-то очень страшненькие. Не то, что мы очень привередливые, но это совсем никак, ни в какие ворота, как говорится. Поэтому мы забронировали новый отель и сейчас идем заселяться в новый отель. Итак, чтобы скрасить горе от смены наших отелей, мы зашли в ресторан отпраздновать это событие. И я заказал два местных традиционных блюда. Во-первых, это красное вино. Непалийское, получается, вино. И оно удивительно. Очень неплохое. Такое сладенькое, больше на ликер похоже. А на горячее я взял горного козла. Гриль из горного козла. Сейчас, собственно, я его попробую. Да, режется мясо не очень хорошо. Достаточно жестковато. Так же жестковато и на вкус, но очень вкусно. Очень такое сочное, похоже на говядину, конечно. Очень сочненько, очень вкусно на самом деле. Ну вот, этот отель уже гораздо интереснее. Но это уже отель, да, это трехзвездочный отель. Начинается уже все с ресепшена. Вам такой welcome drink дают сок. То есть, ну, сразу уровень виден, сразу все хорошо. Вот здесь, я все-таки думаю, нужно сделать комментарий. Потому что там, наверное, состояние эффекта я не успел сделать. Ни видео, ни фото того гестхауза. Просто нужно немножко объяснить. Наверное, в каком-то смысле это и мой косяк, мой недосмотр. Потому что я невнимательно, наверное, как бы отнесся к выбору этого отеля. Но я ориентировался на отзывы. Отзывы были положительные. Ценник нас устраивал. Расположение отеля нас устраивало. Поэтому мы его забронировали. Но когда мы приехали туда, тут, наверное, несколько факторов наложилось. Потому что мы весь день ехали. Восемь часов тряслись в этой машине по непальским дорогам. Уже было поздно. Плюс до этого мы два дня назад ночевали. Примерно тоже в не очень таком комфортном гестхаузе. Намерзлись в нем. И поэтому, когда мы зашли в эту комнату, ну, она очень неуютная оказалась. Показалась. И было холодно. Стены были такого, знаете, зеленого цвета, а-ля советские общаги. Ванная комната тоже очень холодная. Плесень. Ну, как-то все очень-очень некомфортно. Возможно, наложилось очень много факторов. Но самое важное, что для нас было, чтобы в номере было тепло. Потому что мы две ночи назад намерзлись в достаточно холодном гестхаузе. И здесь мы хотели, чтобы тоже было тепло. В предыдущем гестхаузе тоже не было отопления. Но мы попросили обогреватель. Нам его принесли. Когда в этом гестхаузе мы опять увидели, что нету ни кондиционеров, никакого обогревателя отопления. Я спросил, как насчет отопления. Он говорит, нету ничего. Я говорю, ну, так принесите хотя бы обогреватель какой-нибудь. Он говорит, тоже опять-таки нету ничего. Я говорю, ну, так а как здесь жить? Здесь холодно. Он говорит, ну, возьми второе одеяло. Вот. Ну, и вот после этой фразы как-то она меня окончательно добила. Даже в каком-то смысле и отношения, да. То есть, ну, и мы поняли, что мы здесь оставаться на ночь не будем. Тем более, что у нас здесь было забронировано 4 ночи. 4 ночи. В каком-то смысле, как я говорю, это и мой недосмотр тоже. Потому что позже, когда я уже потом еще раз просматривал описание этого гестхауза, я увидел, что в сноске там написано, что в комнатах нету отопления. Не в одной из комнат. И нам показали другие комнаты тоже, но они были абсолютно все идентичные. Такие же не очень комфортные, скажем, не очень приятные. И возможно, это да. Это, я говорю, мой такой недосмотр. Я эту строчку как-то пропустил. Если она там, конечно же, была. Вот. Когда мы уже вернулись потом в Катманду, через 4 дня со мной связалась хост из этого гестхауза. Она была... Она сожалела, что не встретил гестхауз наших ожиданий. Предложила встретиться, угостить нас кофе и обсудить как бы ситуацию. Но обсуждать-то уже было нечего. Во-первых, мы уехали. А во-вторых, в условиях, опять-таки, отмены в гестхауза, этого гестхауза написано, что деньги не возвращаются. Если вы не появляетесь в первый день, деньги не возвращаются. И если вы съезжаете раньше, наверное, были прецеденты, да, деньги тоже не возвращаются. Поэтому вот, да, вот такая ситуация. Ну, возвращаемся. Опять же, не хочу показаться вам каким-то там брюзгой или занудой. Но просто такое вам, скажем, напоминание, что при бронировании отелей в Непале, ну, просто обращайте внимание, тщательно подходите к выбору отелей. Ну, а мы добрались до Покхары. Ужасно устали. У нас был такой 8-часовой переезд. Это при том, при всем, что это был, скажем так, частный трансфер, а не обычный общественный автобус. Тем не менее, переезд занял 8 часов. Но мы ехали не из Катманду, а мы ехали прямо из Нагаркота. А это фактически там полтора-два часа до Катманду и еще около пяти часов от Катманду. Плюс мы остановились перекусить. Поэтому сил сейчас абсолютно ни на что не осталось. Мы, да, сходили сейчас, перекусили. В ближайшем, буквально в ближайшем ресторане здесь. Горный козел, как я сказал в предыдущем комментарии, оказался все-таки горным бараном. Я немножко неправильно прочитал меню. Тем не менее, он был очень вкусным. Просто немножко нетипично, скажем так, непривычно для мяса баранина. Было жестковато и жилисто. Но, тем не менее, очень вкусно приготовлено. У нас немножко поменялись планы из-за того, что у нас отели, скажем так, поменялись. Завтра у нас здесь первый полный день. Ну и завтра мы будем разбираться, что здесь делать и как наши планы немножко перестроить. Поэтому до завтра. Продолжение следует...